Добрый день, дорогие зрители! Вы смотрите наш традиционный travel lunch на единственном канале в Украине, посвященном абсолютно всему, что касается туризма. Сегодня я, Оксана Шевчук, руководитель туристического агентства «Восьмое небо», и Юля Игнатенко, руководитель туристического агентства «Поганель Тревел» в Киеве, и поговорим о отеле «Хилтон Плаза», который находится в Египте, непосредственно в Хургате. Привет, Юля! Привет всем! Ты сейчас находишься в номере своего отеля, правильно? Да, я нахожусь в номере. Номер у нас находится на шестом этаже, и вот за моей спиной можно видеть такой замечательный вид, в общем-то, практически на всю территорию этого отеля. Ниже, если так, сейчас я, может быть, переключусь, покажу вам, как здесь находится. Вот ниже у нас находится ресторан. Чуть в перспективе мы видим бассейн, джакузи, одно джакузи, второе джакузи. Эти бассейны в зимнее время подогреваются, сейчас нет, просто нет надобности. Ну, и вот, к сожалению, я не могу передать весь этот цвет, всю лазурь этого моря, этой бухты. Она действительно просто прекрасна. Чуть-чуть дальше, вот если мы увидим... Ну, я, наверное, пройдусь по территории и покажу. Там видно детское, детский бассейн, детские горки. Вот только что я возвращалась с пляжа, шокрая голова, да, и вот очень-очень такой уютный этот детский бассейн. И ведро переворачивается, и горки такие славные. Детей немного, он сейчас как раз заработала горка, да. Детей немного здесь, и как-то вот не ощущается такого, что, знаете, вот какой-то шум или гамп. Все дети такие как-то заняты, очень все уютно, и я бы сказала, так, респектабельно. Юля, у отеля совершенно небольшая территория. Вот то, что мы видим на данный момент, это и есть территория отеля, правильно? Да, да, конечно, но компактно, зелено, очень зелено, очень уютно. Сейчас я пройдусь и покажу все. Для тех, кто не любит ходить там большие расстояния, это вот самое то. Сейчас, октябрь месяц 2020 года. Скажи, пожалуйста, какая загрузка у отеля? У отеля загрузка небольшая. Вообще, сам по себе отель, он открыл, 4 года он стоял на реновации, да. И только в октябре 2019 года они закончили, достроили еще одно крыло, скажем так, да. И потом они ушли, было открытие софт, потом карантин, в общем-то. Поэтому он совершенно новый, но уже обкатанный в том плане, что все шероховатости, которые могут быть после открытия, они уже все учтены, переделаны в процентном отношении, какая загрузка сейчас. Потому что каждый день меняется. То есть мы приехали, было больше людей. Потом день был вообще как-то, мне казалось, очень мало. Сегодня здесь заехала, заехала, я разговаривала, группа с Сербией и с Чехией. Наших туристов здесь, к сожалению, очень мало. Я думаю, что мало, потому что, может быть, мы не так часто освещали этот отель, но после того, как я вам его покажу, вы все влюбитесь. Я уверена, что очень многие захотят сюда приехать. Сто процентов, мы будем на это надеяться. Дорогие друзья, для тех, кто смотрит нас впервые, напоминаем, что просмотреть цены на этот отель вы можете на нашем сайте bamba.com.ua. Ссылочка на сайт находится под видео в описании. А забронировать его можно у любого нашего эксперта, а также в любом абсолютно агентстве, сети агентств горящих путевок. Юль, я попрошу тебя, чтобы ты вышла на территорию. Я знаю, что у тебя может пропасть связь, поэтому ты иди, а я пока покажу нашим зрителям номера, как они выглядят. Это действительно очень качественные, хорошие, свежие номера. Ты нам сбросила видео. Спасибо тебе огромное за это. Можешь идти, я буду делать демонстрацию экрана. Так, дорогие друзья, мы сейчас с вами видим на видео номер категории Deluxe. Это вторая категория номерного фонда в этом отеле. Есть еще минимальная категория, это стандарт. Они, в принципе, отличаются только тем, что расположены на первых этажах. У них есть терраса. В категории Deluxe, в принципе, во всех абсолютно номерах, неважно, какая категория, есть полотенцы, есть все абсолютно туалетные принадлежности. Все, все как по стандартам Хилтона, абсолютно. По поводу мини-бара, он заполняется по приезду водичкой и потом пополняется только водой. Больше никакого заполнения нет. Хотела бы обратить ваше внимание на то, что все номера очень новые, очень свежие, очень хорошие, качественные, абсолютно. Везде матрасы, постельное белье. Вот тот самый красивый вид, который мы только что видели. Все номера оснащены кофемашинами. Во всех номерах есть чайные наборы со всеми принадлежностями. Обратите внимание, как упакован пульт. Есть средства индивидуальной защиты, это перчатки и маски абсолютно во всех номерах. Отель об этом побеспокоился. Фишка Хилтона, это специально для девочек. Во всех номерах есть халаты, тапочки и гладильные доски с утюгом. Это невероятно удобно, когда ты приезжаешь на отдых, каждый день хочешь надеть какое-то новое красивое платье, особенно если оно, например, или зная, или хлопка, его надо всегда погладить. Сейф также во всех номерах, конечно же, присутствует. Есть дополнительные пледы. Вдруг, если вы, не дай бог, замерзнете, ну и в принципе это можно только зимой в Египте сделать. В целом вообще в... В целом вообще в принципе в отеле Хилтон Плаза около пяти категорий номеров, они достаточно все похожи. Отличаются друг от друга только либо видом из номера, либо такой небольшой дополняемостью. Некоторая категория номеров, например, есть со специальной кухней отдельной, на которой действительно есть все для того, чтобы там самостоятельно что-то приготовить. Если вы приезжаете с маленьким ребенком, вдруг вам захочется самостоятельно готовить. Но в целом никогда не может быть проблем с питанием в Хилтонах, потому что здесь вам приготовят в ресторане то, что вы попросите. Правда, Юль? И я знаю, что на завтраках есть и молочная каша, с этим вообще нет никаких вопросов. Если ты попросишь приготовить для своего ребенка пюре, то тебе это сделают. Да, конечно. Я вот как раз уже спустилась, и я стою сейчас напротив входа в ресторан, он сейчас закрыт. Я тебе давала уже обзор ресторана, да. Мне очень понравилось питание сейчас, как везде все-таки в Египте, сейчас немножко софт. А здесь очень качество. Может быть, там нет такого изобилия, знаете, 20, ну, какие-то горы каких-то салатов, но очень приятно, когда при тебе открывают те же самые сыры в упаковке на завтраке, да, и при тебе их режут на слайсер. Это все свежее, это все вкусно, это действительно все очень-очень хорошего качества. То, что касается диетических вариантов, там, детей, кашек и все остальное, то есть это вы просто подходите к повару и говорите то, что вам надо. В принципе, можно их всегда самим собрать. Вот как бы моя коллега, она немножко страдает там желудком, скажем так, да, и вот всегда есть овсянка, есть какая-то диетическая кашка, которую ей нужно. В этом нет никакой проблемы, то есть единственное, что нужно просто сказать. Здесь очень такой персонал доброжелательный и как бы все-таки Хилтон соответствует своему уровню сервиса. То есть здесь садитесь спокойно за столик, скажите только, что вам нужно, вам все принесет, не нужно стоять ни в очереди, ни в чем. Давай я, может быть, сейчас немножко переключу тогда экран и покажу, как выглядит холл. Ну, так, сейчас. Еще раз. Так, мы сейчас находимся, вот мы с лифта вышли, все компактно. Если ты вышел с номера, сразу же у тебя здесь ресторан. Сейчас работает только один ресторан, ну, потому что маленькая загрузка, хотя они готовы открыться в любой момент. Даже на пляже ты можешь заказать все, что ты хочешь, тебе принесут. Тебе принесут закуски, которые заявлены в системе All-Inclusive, но ты сам не можешь подойти, потому что их там на пляже сейчас не готовят. Просто официанты приносят твой заказ, все, что ты хочешь. Вот здесь у нас такая кофейня. Это единственный бар кофе с эксклюзивными напиточками. Она не входит в систему, все включено. Это уже как бы за дополнительную плату. Так, я сейчас ускоряюсь и хочу показать все, как можно больше. Мы проходим по коридору, заходим в холл, это наше лобби. И сейчас выйдем, ну, здесь уже она в открытую зону. Да, пока я буду идти, я хочу сказать, вот здесь буквально с правой стороны, через вот этот забор можно сразу же попасть в самый большой торговый центр Хургады. Вот. И, в общем, есть магазины, есть керрифуд, то есть можно пройти, прогуляться. Это все очень цивильно. Да, друзья, это очень такой важный момент для тех, кто любит находиться не просто все время на территории отеля, а иметь непосредственный доступ вечером выйти куда-то. Вы, выходя из отеля, буквально сразу же попадаете на улицу Шаратон, а на улице Шаратон есть очень-очень-очень вкусные рестораны морепродуктов. Это проверено нами лично, поэтому, когда будете бронироваться, обращайтесь, мы порекомендуем вам. Я тебе хочу сказать, Оксанечка, тебе и всем нашим друзьям, что, в принципе, здесь достаточное количество морепродуктов, честно. Кальвары есть в большом, рыба всегда есть в таком, в хорошем исполнении, скажем так, и все очень, иногда бывает такое, что люди, как бы, морепродукты есть в каких-то отелях, а качество оставляет лучшего, да, желает быть. А вот здесь мне, например, все очень понравилось. Итак, я вышла уже, да, вот на нашу территорию, внизу мы видим корпус премиум. Я не знаю, мы упоминали о нем или нет. Это корпус, ну, не то что вилы, там премиум номера, есть дуплексы двухэтажные, есть просто номера такой улучшенной комплектовки, то есть там есть уже и кухня, можно, в общем-то, приезжать сюда на длительное время. Если вам чем-то, не то что надоедает, допустим, обычное питание, а вы хотите что-то особенного, то, пожалуйста, можно заказывать вот эти номера, и там есть возможность приготовления, большой холодильник, микроволновка есть, ну, в общем-то, фактически хорошая квартира. Так что здесь можно, в общем-то, зиму переждать. Да, я только хотела сказать, сюда как раз можно приезжать на зимовку, это именно тот вариант. Да, 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 да. Вот у меня есть, как бы, клиенты, которые хотят убежать от этого страшного коронавируса, вот, и отсидеться здесь месяц. Я думаю, что им подарят вариант. Юлия, извини, скажи, пожалуйста, что сейчас с анимацией, с активностями? Я иду. Меня слышно? Ага, это мы видим такой, да, тебя слышно, это мы видим, понимаем мы, что это такой спуск на пляж, вот надо пройти по ступенечкам вниз, и ты как бы так попадаешь в полуподвальное помещение, открываешь дверь и попадаешь как в Нарнию, абсолютно в другую реальность, которую ты только что видела сверху. Пока Юля идет, я бы еще хотела сделать акцент на питании, про которое Юля сегодня говорила, насколько оно качественно. Юля, можно я покажу видео завтрака пока на секунду? так, я подожду. Вот, друзья, обратите внимание, что на завтраке подаются фреши, вы можете взять столько, сколько вам хочется, абсолютно, есть, конечно же, водичка, есть всегда на завтраке, это, я так понимаю, из клубники фреш, и, скорее всего, гуава и апельсиновый. Вот вся зона работающего ресторана, ресторан достаточно большой, да, он открыт сейчас один, потому что очень малая заполняемость, самостоятельно себе берете тарелку, но еду вам подают официанты, которые вот стоят, вы их видите. Вот здесь те самые каши, смотрите, какой выбор, как бы достаточно хороший, хлопья, вы можете их разбавить молоком, добавить сухофрукты, какие-то другие добавки, которые вам необходимы. Есть также, естественно, яйца в любом исполнении, ну, как обычно, да, на завтрак вареные, я думаю, что готовят омлеты, конечно же, как во всех абсолютно ресторанах, с хлебобулочными изделиями в Египте никогда нет проблем, и они всегда в большом количестве. Вот сейчас на следующем кадре мы увидим о том, что Юля говорила про то, что здесь очень большое количество выборов салатов, вы можете выбрать на свой вкус, есть зелень, сыры, действительно такой сырный отель, потому что мало того, что большой выбор, так их еще и при вас просто нарезают, со сладостями тоже нет, в принципе, проблем ни в одном египетском отеле, есть фрукты сезонные, конечно, те, которые есть сейчас. Вот, они уже есть нарезанные, вы можете сразу себе выбрать, уже подготовленные, а можете попросить официанта, который вам нарежет любой сыр из тех, которые представлены. Еще есть бастерман, который вы можете также попросить, чтобы вам нарезали. Выбор абсолютно, как я считаю, такой немаленький, да, это, конечно, не там баснословный выбор, но учитывая ту ситуацию, в которой, ту экономную ситуацию, в которой сейчас находятся все отели, то мне кажется, что ситуация, в принципе, в принципе, хорошая. Юля, да. Так, сейчас я, я, Оксан, я вот сейчас быстренько покажу, ты спрашивала, как выглядят номера стандарт, которые, да, которые находятся на нижних ярусах, вот это вот стандарты, у них нет балкона, но у них есть терраска, и это один, один вариант стандартов, и еще стандарты есть вот за этим большим зданием, да, которые, у них, они будут выходить на ту сторону, они даже больше, может быть, делюксов, они новее, они немножко, ну, такие, ну, мне понравились, хорошие, да, номера, единственное, что у них будет частичный вид на море, то есть будет на отель и часть вида на море. Так. Юля, перед нами, прямо сейчас перед глазами, вот такие небольшие террасы с лежаками, скажи, пожалуйста, это за дополнительную плату? Нет, нет, это все, пожалуйста, если вы хотите воспользоваться, полежать вот здесь на таком шикарном газоне, то вы можете, в принципе, сказать обслуживающему персоналу, вам принесут сюда матрасы, и, пожалуйста, занимайте эти кабаны, это абсолютно бесплатно, это сервисе, для всех. Юль, ты когда спускалась по лестнице, я тебе задала вопрос, ты его, к сожалению, просто не услышала, потому что связь пропала. Что сейчас с анимацией и активностями? Есть команда анимации, по-моему, из трех человек, анимация софт, вообще сам по себе отель, он как бы такой более для спокойного отдыха, детская анимация, детская мини-диско проводят вечером, на пляже играют в разные виды спорта, там бочи, волейбол есть, такое вот, как бы сильно активно и шумной анимации нет. Ну, напомним, напомним, что совсем рядом просто выйти из отеля и находится улица Широтон, где все, что может быть открыто на данный момент, оно открыто, это и рестораны абсолютно разные, и торговые центры, где вы можете пошопиться, и окальянные открыты, Юль, ходили вы? Так, у нас с Юлей что-то пропало, немножко связь. Вот мы как раз видим на видео, которое как раз удачно зависло, детский аквапарк, он не глубокий. Значит, я сейчас перейду Юля-то появляется, а то пропадает опять. Неглубокий детский аквапарк, это очень удобно, вот наша Юля, к сожалению, пропала, но она сейчас обязательно подключится заново и покажет нам пляж. Мы еще очень, туристы спрашивают, вот прямо сейчас в прямом эфире задают видео, что с пляжем, есть ли там риф, интересно ли что-то смотреть, вообще, какой, в принципе, вход в этом отеле, поэтому мы сейчас дождемся, когда Юля появится у нас заново для того, чтобы рассказать нам эту самую главную такую востребованную информацию. Очень радую то, что Египет возвращается, оживает и готов принимать туристов опять. Еще что хотелось бы отметить. Да, Юля. Где-то ты есть и где-то тебя нету. Вот такая она прямая связь, да, она всегда со своими какими-то нюансами абсолютно. Юля, переверни камеру. Перевернуть камеру, да, вот так, тогда так? Так лучше? Да. Так, если так, хорошо. Здесь приходим, видать, я так понимаю, есть у каждого грибу, то есть вы можете оставить там какие-то свои вещи, взять ключик, пойти купаться. Но, ну, самый главный бонус это то, что есть розетки, USB розетки, то есть, если у вас садится телефон, вам не нужно никуда идти, подзаряжаться или что-то такое. Хладно иметь просто шнур, подсоединили и все. И вы уже комфортно себя чувствуете на пляже. Отлично. Юль, только что туристы в прямом эфире задали вопрос, какой вход в пляж, какой вход в море, есть ли риф? Да. Рифа здесь нет. Акваторию, скажем так, для них в виде кайты стоят. Ну, чтобы как бы не соприкасались, не соприкасались, и не травмировались пловцы. Вот для этого, видите, у нас скоро солнце будет садиться, здесь быстро солнце садится. Все купаются, наслаждаются вот наш заход, для туристов, кто спрашивал, какой заход, вот такой вот песочек шикарный, здесь не нужна специальная область, не нужны коралки, они у них так в сумке лежат, на следующий раз, а здесь достаточно все комфортно. Спокойно здесь себе строят песочные замки, ну вот вы видите, люди есть, да, но не менее какой-то там толпы, нет ощущения такого, что здесь какое-то перенаселение, вот, у меня такой, знаете, респектабельный, спокойный отдых. Ну и что еще хотела показать, рядышком есть следующая лагуна, и там стоят яхты, у отеля есть, у отеля, в Хилстон есть свои две яхты, и они, я еще даже задала вопрос, как бы, что это за яхты, то есть если у вас какое-то памятное событие, или вы просто хотите день провести в море, то есть вы, гости отеля Хилстон могут забронировать тебе день или два на яхте, и воспользоваться всеми услугами, еще из такого отдыха, да, можно не просто интересно, все комфортно, все здесь, да, да, давайте я вам еще покажу, тогда вот здесь на пляже еще есть турецкий ресторан, да, но он сейчас не работает, планируют открыть со временем, не то, что со временем, по наполняемости отеля, всего у нас еще три, он работает вообще как а-ля-карт, тоже планируется его работа, да, видите, совершенно новенький, новенький, такой интересный ресторанчик, потом еще на территории есть рыбный ресторан а-ля-карт, а-ля-карты будут открываться по мере наполнения туристами отеля, они ждут наших, наших туристов, да, ждут гостей, все готовности уже сто процентов, а может быть сто двадцать, потому что они уже все доделывают, спрашивают, чтобы еще вот как-то изменить, какие, какие ваши пожелания, то есть они настолько отвлекаются вот именно на пожелания, но мне это очень приятно. Вот сейчас я покажу, здесь бар, вот наш пляж и вот бар. Сегодня у нас в баре какие-то коктейли с джином делают. Вот туристам с Украины передают привет, стараются. Им от нас привет, мы к ним скоро обязательно все приедем. Да, привет. Я тоже так думаю. Ну, что еще показать? Юля, нам надо, к сожалению, заканчивать. Да, нам, к сожалению, надо заканчивать, потому что, да, 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 потому что это быстро время проезжало. Я еще покажу детскую площадку. Давай. Да, детская площадка это будет. Вот вы видите, еще и проблемы с ногами или что такое все можно заказать и вас отвезут на пляж, хотя, ну, вы видите, пройти-то здесь совсем рядышком. А вот наша детская площадка. Она тоже находится очень близко к территории пляжа. Вот, аниматоры девочки есть. Если вам нужно оставить ребенка, на какое-то время можно здесь оставить, мини-клуб есть у нас, но он сейчас не работает, как и все остальные мини-клубы в условиях ковида. Ну, все. Он вообще закрыт, Юль. Да. Он закрыт. Все, все, что open area, открытое пространство, пожалуйста, можно пользоваться всем, что здесь есть в этом отеле, все, что закрыто. Ну, как бы пока сейчас вот такие вот условия. Пока такие условия. Юля, спасибо тебе огромное за то, что во время рекламного своего тура, во время своей работы тяжелой и трудной, мы знаем, что ты сегодня утром отсмотрела там больше десяти отелей, а потом еще и провела нам такую замечательную инспекцию по отелю Hilton Plaza. Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы ответили на все вопросы туристов, которые нам, в принципе, вот задавали в последнее время по этому отелю, потому что он достаточно новый, по нему еще очень мало обзоров. Друзья, напоминаем вам, что вы можете посмотреть цены на отеле Hilton Plaza на нашем сайте bamba.com.ua, забронировать тур у любого эксперта, который вы выберете себе на сайте, либо в любом агентстве из сети агентств горящих путевок. Ну, а с вами сегодня были я, Оксана Шевчук и Юлия Агнатенко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА